Привет, это Навальный, и сейчас я вам раскрою один секрет о жизни в России. Ну и заодно развлеку вас новой съемкой Володи. Это мы наш квадрокоптер так называем. Куда бы я ни приехал, мне постоянно задают вопрос. Алексей, почему мы так много платим? И почему мы платим все больше и больше, хотя качество услуг все хуже и хуже? И речь тут, конечно, идет о квартплате и ЖКХ. Потому что нет такой российской семьи, которая бы раз в месяц не получала бы вот этот вот квиточек. Не смотрела бы в него и не говорила, ё-моё, да за что? Откуда вообще взялась эта сумма? А самое интересное и странное сейчас происходит в Новосибирске, где разом подняли плату за ЖКХ аж на 15%, а на холодную воду вообще на 20%. И вот я недавно был в Новосибирске, и меня там просто миллион раз попросили. Слушай, ну ты можешь объяснить почему? Ведь нет никакого расчета, никакого нормального объяснения, почему вдруг тариф стал выше на 15%, почему не на 5, не на 7, не на 70%. Объясняю. Любимому городу Новосибирску, ну и ты, вся остальная Россия, тоже посмотри, потому что везде происходит одно и то же. На ваших экранах вы видите Новосибирск. Вот прямо чувствую, как 10 тысяч человек с той стороны экрана одновременно крикнули мне, нет, Алексей, это не Новосибирск. Но поверьте мне, ребята, это почти Новосибирск. То есть, конечно, формально это вилла Ильтезорра, дословно сокровища, в итальянской провинции Гроссетта, Тоскана. Но все, что вы видите и увидите, каждый камушек, каждый листочек, каждый кусочек черепицы на крыше, оплачен вами, жители Новосибирска и Новосибирской области. Ведь впервые на ваших экранах итальянское поместье министра правительства Российской Федерации Михаила Абызова. Именно того человека, которому принадлежит вся энергетика Новосибирской области. В свое время он ее каким-то хитрым образом приобрел в ходе приватизации. И сейчас там есть энергетический монополист Сибека, который, в общем-то говоря, и повышает тарифы. Этот монополист входит в Абызовский холдинг руком. После того, как Михаил Анатольевич стал членом правительства, кстати говоря, по приглашению нашего любимца Медведева, он вроде как передал эти акции в доверительное управление, в какие-то офшоры, но он по-прежнему получает с них очень неплохой доход. Это видно вот по официальным декларациям Абызова, посмотрите. Он формально чиновник с 2012 года, но официально его доход в 2013 году 282 миллиона рублей, в 2014 году 221 миллион рублей, а в 2015 году 455 миллионов рублей. От фирмы руком, вот этих вот Абызовских новосибирских энергетиков, рисуется прямая цепочка к фирме Тезора, которой принадлежит итальянское поместье. Все документы можно посмотреть по ссылке в описании, но, в общем-то, Абызов даже не скрывает, что это его собственность. Просто до этого ее никто не видел, а мы сейчас вам покажем. Осматриваем участок площадью 346 тысяч квадратных метров и стоимостью примерно 750 миллионов рублей. Начинаем наш полет от ворот Абызова и движемся по классической итальянской кипарисовой аллее, окруженной со всех сторон оливковыми рощами к главному дому. Даже не дому, а домам. Площадь этих домов от 200 до 630 квадратных метров. Дальше мы видим теннисный корт, заворачиваем за него, и тут же нас встречает собственное поле для гольфа, а за ним виноградные рощи. Тут же находится фонтан и вот еще один чуть подальше, прямо посредине площадки перед Абызовскими домами. Чуть правее мы видим с вами огромный крытый гараж машин примерно на 15. Ну и, конечно, какая же усадьба без собственного искусственного пруда? Он как будто бы прям перенесен сюда с российской рублевки, ведь там очень такие любят. Правда, посреди тосканских пейзажей он выглядит немножко странно. Но это еще не все. Самое интересное ожидает чуть ниже. Да это же стройка! Михаилу Абызову показалось, что ему мало домов, которые вы только что видели, и он строит еще новую усадьбу, новые дома, чтобы были уже по своему проекту, а не купленные у предыдущих итальянских хозяев. И вот здесь тот самый пруд и вертолетная площадка. Но вот вы видели своими глазами. Это все довольно затратная штука в смысле содержания, особенно с новым строительством, которое ведет министр. Со всякими милыми маленькими удовольствиями, вроде своего собственного домашнего оливкового масла. Вот я лично не сомневаюсь, что Абызов приносит на заседание правительства сувениры. Такие вот баночки с этикетками, где написано «Олео да Миша» и фотографии его улыбающегося. И говорит он членам правительства «Собственная, ребята, натуральная, первая джим». Они ему отвечают «Какой ты, Миша, молодец! Настоящий хозяйственник!» И вино свое явно тоже у него есть, судя по количеству виноградников. И все это требует денег. Существенных денег. Ведь итальянским рабочим нужно платить итальянскую зарплату. Это в Новосибирске можно за полный рабочий день платить 18 тысяч рублей в месяц. А в Италии тебе быстро скажут «No, senior! В нашей стране положено платить достойную зарплату за труд. Средняя зарплата у нас в Италии 96 тысяч рублей. Поэтому плати, русский министр, а тех, кого можно ограбить, ищи в другом месте». Ну вот он нашел в Новосибирске. Он берет телефонную трубку и звонит в далекую Сибирь. «Алло, ребята, поднимаем тариф. Мне тут на достройку дома не хватает». И это не преувеличение и не метафора. Оно ровно так и происходит. Или вы думаете, что каким-то другим образом оплачиваются все эти частные самолеты, яхты, виллы, классные вечеринки в стиле Дольче Вито, где произносятся тосты за Владимира Владимировича Путина, который дал нам это все. Внутри любого тарифа ЖКХ в любом городе обязательно есть это все. Ведь они же, путинская элита, ничего не создали, не сделали нового бизнеса. Они просто приватизировали предприятия монополисты и сели на поток наших ежемесячных оплат за ЖКХ. И выбор у них очень простой. Либо они каждый год будут нас заставлять платить больше, либо сами останутся без денег. Понятно же, в чью пользу они сделают свой выбор. Вот, например, в США. Там плата за электроэнергию держится на одном и том же уровне больше 20 лет. И даже невозможно себе представить одномоментный ее рост на 15%, как сейчас это повысили в Новосибирске. А в России это происходит. И даже Путин возмущается, говоря, что наше производство скоро сбежит в Штаты, потому что там электричество дешевле стало, чем у нас. Нас годами кормят сказками о том, что якобы в России очень дешевая ЖКХ, но это уже давно не так. Особенно с учетом чудовищного качества услуг. Что в связи с этим совсем надо делать? Первое. В самом Новосибирске. И тут, кстати, все очень понятно. В воскресенье, 19 марта, там будет митинг на площади Ленина в 12 часов дня. И очень просто. Либо вы приходите на этот митинг, власть видит, что людей много, пугается и отменяет решение о повышении тарифа. Но либо вы не приходите и продолжаете оплачивать содержание итальянского поместья Абызова. Это ваш выбор. Очень просто. Второе. Уже для всей России. И тут вы меня, конечно, извините, хвастать нехорошо, но я единственный кандидат на пост президента России, который годами выступает за то, чтобы максимально раскрыть все данные по формированию тарифа. Я писал такие законопроекты. Я многократно судился с энергетическими компаниями и их менеджерами. Я выступаю за аудит тарифов ЖКХ, борьбу с монополиями и борьбу с коррупцией. И если хотите изменений в этой отрасли, голосуйте за меня. А прямо сейчас мне нужна ваша подпись в поддержку моего выдвижения. Внизу в описании ссылка. Пройдите и поставьте эту подпись. Мне нужно, чтобы вы, как волонтер, работали в нашей общей избирательной кампании. Это единственный способ чего-то добиться. Ведь 17 лет Путин и путинское правительство говорят, говорят и говорят про реформу ЖКХ, но за все эти годы стало только хуже. Просто взгляните еще раз на это итальянское великолепие, принадлежащее министру правительства, и задайте себе простой вопрос. Откажется ли он от этого всего ради того, чтобы ваша квартплата была немножко меньше? Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Продолжение следует...